Добрый вечер. Сегодня четвертый раз я пытаюсь снять рецепт чизкейка. Я надеюсь у меня это получится. У меня это ничего не уронит, что не произойдет. Приступим. Нам понадобится 500 грамм сливочного сыра, сегодня у меня рекорд, 300-350 грамм жирной сметаны, 2 желтка с сахарной пудрой и ванилью. Это для этой заливки сырно-творожной. Основным делом из крошки печенья. Для чизкейка с бортиками я беру 300 грамм печенья и 100 грамм сливочного масла. Сегодня было без бортиков, поэтому половину 150 грамм печенья и 50 грамм сливочного масла. Обычно я для чизкейка беру печеньки топленое молоко, либо докало они называются еще от Рошен. Но мой ребенок втихаря уничтожил мои запасы печенья топленое молоко, поэтому у нас тут око за око, зуб за зуб. Я у нее малеха отсыпала ее кренгельку, поэтому будем делать с ними. Попорция то же самое. 150 грамм печенья и 50 грамм сливочного масла. Погнали! Начнем с основы из наших печенек. Что надо сделать? Нужно взять наше печенье и измельчить, собственно говоря, в крошку. Пока мы будем измельчивать, мы параллельно засунем 50 грамм сливочного масла в микроволновку и разогреем. Собственно, это мы и сделали. А печеньки закинуем сюда. Ну и мимо, конечно же, и перебиваем. Простите. Если вы еще живы, здравствуйте, обратно? Вон оно, крошечка готова. Так, это мыть. Нужно мыть. Масло. Такс. Размыть. Отлично. Все, и теперь мы смешиваем эту крошку, получившуюся, с маслом. Параллельно вы включаете духовочку, чтобы она у вас грелась. Ну, как бы логично, в начале любого приготовления всяких там тортиков, выпечек у вас греется духовка заранее. У меня она 180 градусов стоит сейчас. Сюда высыпаем крошку и замешиваем. Комолочки, кусочки, это вообще непринципиально. Коми тогда вкуснее. Я не стараюсь хорошо-то никогда перебить печеньки. Не знаю, вогрелая. Я делаю так. Ну, что никогда не жалову, по крайней мере. Все. Итак, когда его перемешали, хорошо смысл. Мы берем нашу форму. Я застилаю пергаментом, потому что у него уже покоцаная на дне. Ну, так удобно, собственно говоря. Берем лошадь. Вот эти наши печенечки. Вот это. Высыпаем в форму. И разравниваем. Сегодня делаю без бортиков, поэтому да, у меня 150 грамм печенья и 50 грамм сливочного масла. Без бортиков просто делаем в дно. И сошел между руками. Руками даже неудобно. Сейчас это пола ложкой. Мне понравится. Трамбую пальцами. С стаканом каким-нибудь, наверное, удобно. Это, да? Радали вам, наверное, на которых без ручки. Такс. Такс. Вот. Макинчик. Помыла. И аккуратненько так его все равномерно шпандериваем. Все. Ну, в принципе. Такой, что, классный, важный вот так. Чем мы теперь с этим делаем? Мы отправляем эту нашу основу подсушиться в духовку. На примерно 8-10 минут, в зависимости от вашей духовки. Ну, смотрите, чтобы не пригорело. Мне сегодня будет тяжело смотреть, чтобы не пригорело, но коричневая. Так. Ну, постараюсь. Обычно 8 минут хватает ниже среднего уровня духовки, да, чтобы не сгорело однозначно, на 8 минут на 180 градусов. Подсушим. Так, ну что ж там. Оп. Оп. Так, 8 минут засекаем. Сейчас у меня 2,05. О май. Дальше. Так. Так. Коржик сушится. Ему еще минут 5. А мы занимаемся, собственно, нашей заливкой. Начнем с желтков. Два желтка. Взбиваем с сахарной пудрой, лимонным соком и ванилином. Все по вкусу. Потому что, ну, здесь это буквы 4. Любите слаше, кислее. Мне нравится кисло-сладкий. Поэтому я добавлю лимончик. Ванильки. Сразу сыплю здесь, потому что не знаю как правильно. Мне удобнее. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Хватит. Все, хватит. И сахарной пудрой. Так, на глаз. Сколько я там сыплю, смотрите. Я потом досыплю, если вдруг что. И все. Взбиваем. Захарной пудрой. Сколько я там? Унис. Шарной пудрой. Слышно. Слышно. Взбиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставить сам чизкейк... Видно, да, что оно подсушено... Все, мы оставляем его остывать просто... Пока мы сделаем нашу творожную основу, как раз он подстынет... Все... Такс, возвращаемся к нашим баранам... Сюда... В желтки, да... Управляем... 500 грамм... Сливочного сыра... У меня это сегодня, опять же, крайне важная информация... Рекорд... Такс... Сейчас... И еще одну... Ну, как хорошо будет... Вот эту не смогла оторвать штуку... Все... Все... Сейчас... Вот это еще... Да... Там последние коптерюшки... Я баночки соберу... Сливочный... Все... Вкусно? Честно... Она мне невкусна. Она вообще никакая за вкус. Она... Безвкусная полностью. Вкусная... 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 Для этого у нас будут остальные негренты... Так... в сметану и давай сейчас взобьем потом сметану руки моем все сюда мыем еще раз теперь уже высыпаем нашу сметану 300-350 грамм вот в этой в президенте 350, если я не ошибаюсь сюда 350 грамм вообще, конечно, домашняя классно жирненькая, жирненькая это тоже ничего еще у меня сегодня с упаковками такс вот 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 все смешно вот 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 тут сейчас буду пробовать и определять сколько мне надо еще удара сахар насыпать ну еще он вообще не сладкий я вообще ванилинчика подсыпаю если пересыпите то всегда есть лимонный сок ванилинчику дайте еще не хватает девяночка почему сахарная пудра а не сахар в рецепте сахар написание потому что я не переживаю растает ли он полностью чтобы не было никаких крупе потому что пуске это выпекается не на 180 градусов полтора часа не было казусовой текстура была нежненькая берем пудру и не паримся смешиваем дальше пробуем надеемся что все потому что еще сахар это рикотта кстати я еще делаю очень часто с сырками вот этими фанни они вообще офигенно сладкие да я беру 200 грамм сырков творожной массы и 200 грамм вот сливочного сыра каком-нибудь либо рикотта ну я маскарпоне чаще беру сам доделать маскарпоне и творожные вот эти вот творожная масса от фани офигенно маскарпоне он нежнее он приятнее на вкус чем рикотта на самом деле рикотта реально вообще никакая она на интернете как-то похожа может поэтому она и пакция была я думаю как бы она свежая мне просто в принципе рикотта не нравится и моцарелла не нравится если что закидать этими тапками ну консистенция он это уже видно вот сейчас уже сейчас я еще чутка треть пачечки вот это вот тут листы грамм в пачке на 100 грамм я уже точно высыпал хватит это по вкусу и от еще сыра зависит еще ли можно когда ты финальный штрих еще Все, меня устраивает. Все, чтобы не красиво облизывать веночки. Ну, вкусно. Наверное, вот в меру сладкое. Вот как раз точно вот. Сколько там, 120, да? Грамм сахарной пудры насыпала. Ну, так и запишем. Так, вот наша творожная масса. Возвращаем на родину нашу основу из печенек. Не вымем, не знаю. Как несложно догадаться, мы выливаем творожную массу на нашу основу из печенек. Для этого будет ужас, как он и волкок. Где она есть? И так, переливаем. Тоже есть мясик. Ну, однородная все окей, переживать не стоит. Мне крайне неудобно, у меня что-то еще было видно. Тебе высыплю? Уже. Ой, хорошо. Сейчас выгребаем, выгребаем все. Не самая удобная миска, конечно, я взяла вот с бортиками такими дурацкими. Мне очень страшно. Все. И разравниваем. Кстати, когда я делала его из маскарпоне и сырков, он был жидже чуть-чуть. Ну, так наблюдение просто. Он просто сам растекался. Я его не размазывала. Ну, я думаю, что это как-то сильно повли... Простите, я вас шевелю. Что-то как-то сильно повлияет на ситуацию, процесс и все такое. Так, сейчас... Ну, вариант, крайне вкусный. Все. Сейчас съем. Краешки вытереть хочу. Нужно соседчика. Иначе что мы делаем? Сейчас мы... Года великолепия. Отправляем в нашу духовку на 180 градусов на 15 минут. По прошествии вот этих вот самых 15 минут мы снижаем температуру до 110 градусов и держим его в духовке еще час. Запомнили, да? 180 градусов 15 минут, 110 градусов 60 минут. Сделаем вид, что я красиво все будет. Хорошо? Все, 180 градусов 15 минут. Чего я пришла? Рассказать. Итак, вот эти он за 180... Пока там в духовке, рассказываю. Значит, 180 градусов 15 минут. Он поджаривается, получается, у нас сверху, да? То есть он схватывается. Потом на 110 градусах в течение часа он допекается на этой низкой температуре, чтобы у нас осталась нежная консистенция. Ну, это еще не все. По, собственно, окончании этого всего процесса выпекания, то есть часа 15 минут, мы духовочку выключаем, приоткрываем и оставляем ее в приоткрытом состоянии еще на 15 минут. То есть он у нас там стоит, отдыхает в приоткрытой духовке. А просто 15 минут мы достаем наш чизкейк и оставляем на час-два остывать при комнатной температуре. А уже после этого мы ставим его в холодильник на 6 и более часов. Ну, на ночь, грубо говоря. Вот. Вроде ничего сложного, совершенно в рецепте нет. Главное вот с этими градусами не потеряться, да? И таки выдержать, чтобы он настоялся. Собственно, я покажу его, когда мы будем его уже сейчас доставать, менять, температуру переставлять, все будет. Так. Прошло 15 минут. Я соорудила конструкцию, чтобы она держала мой телефон. И мы уменьшаем температуру со 180 до 110 градусов и выставляем еще на 1 час. Все. Видим, да, что он не трес, ну, ничего с ним не произошло. Вот он такой должен красивенький, сверху бархатистый и остаться. Поэтому нельзя его выпекать на высокой температуре, потому что он в лобне. Все. Через час придем к нему и посмотрим, что будет с ним происходить. Я тут впритык прибежала, успела к окончанию выпекания чизкейка. Вон он, красавчик, нигде не дресс. Смотри, сейчас оно выключится, и мы будем его приоткрывать. Ну, давай, клац, тут сидеть, тут ждать буду. Заляпала, духовку помыть надо. Сейчас я уберу температуру, включу там свет. чтобы нам было видно, что мы делаем. И мы приоткрываем пол. Простите. И оставляем его вот так вот на 15 минут. Красивый. Приоткрытое. Так, прошло 15 минут приоткрытое духовке. И теперь вот достаем наш чизкейк. Любуемся. Так, не роняю ничего. Подсел чуть-чуть, конечно, но ничего страшного. Это бывает. Вот. Простите, пожалуйста, посудка сохнет. Смотрю. Он видно, да? Подрагивает вот так вот. Подрагивает. Емёточка дрожит. А три это хорошо. Он даже отошёл от краёв, всё прекрасно. Не треснул. Красивый цвет. Бархатистый. Я уже вижу. Перламутром отливает. Всё. Мы его оставляем отдыхать при комнатной температуре на часок, на два часика, да? То есть вот так вот, чтобы он остыл нормально себе. Потому что чизкейк у нас готовится даже после готовки. Вот эти вот сейчас два часа он там себе постоит. Ну, сколько я его держу? Я не вырублюсь. Потому что уже без 10 и 12, собственно говоря. Поэтому вот, сейчас я его оставляю. Повыше уберу. Чуть-чуть не произошло. Вот. А потом мы его ставим в холодильник. Всё. Так, с вами полтора часа постоял при комнатной температуре. Отошёл ещё больше от краешков. Вот. Всё. Ставим теперь его на ночь. В холодильник. На меню у нас 6 часов. А утром могу смотреть. Снова, здравствуйте. Сейчас 10 часов утра. И вот чизкейк, который стоял в холодильнике 8 часов. Чего не листовать? Мне вот нападать уже пытались. Чего не знаю, что у меня покутся на дно, потому что я рай уже постоял. Так, слышал, что-то интересно. Ну, чуть не отстаёшь. Ну, всё хорошо. Ого. О, как нежненько. Ля, ля, ля. Он уже высыпается. Класс. Так, я голодник, поэтому давайте так. Главное, его не разветосомо. Не рассыпать. красотень такой весь воздушный так попробую кусочек упал класс он нежный нежный и практически не сладкий швы и собственно хотелось таким приложил козу еще кусочки печени верхушка красиво внутри белоснежный